всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса это рубрика коротко и ясно и сегодня мы поговорим коротко о диперсонализации де реализации тема достаточно изъезжена на самом деле но вы не поверите за последние два года меня опять замучили с этой историей хоть я и снимал несколько роликов на канале каким когда-то да по поводу де реализации зашел в группу на манеже все те же рожи 30 раз уже им ответили они вот эти вот у меня это впечатление что люди просто либо слепы либо глухи им ответили на их вопросы сказали все разжевали они просто в следующий пост все равно пишут одно и то же вот у меня возникает просто сомнение как бы то ли люди не понимают либо ничего не хотят понимать то ли у них есть какая-то вообще своя парадигма а понимание что такое с ними происходит им в принципе никакие рекомендации никакая терапия и не нужна у них вот есть просто вот с вами какая-то парадигма понимания проблемы ее надо обсудить какие-то объективные вещи которые отвечают на многих вопрос они просто вот проходят мимо поэтому я сегодня для других ребят которые действительно столкнулись такой проблемой как де реализации диперсонализации коротко и ясно постараюсь объяснить некоторые подводные камни чтобы было проще понимать и вы не заблудили в дебрях интернета нашего и так прежде всего первая проблема в де реализации диперсонализации заключается в диагностике диагностировать истинную де реализацию и истинную диперсонализацию бывает непросто даже высококвалифицированному опытному специалисту потому что часто если вы помните предыдущие ролики коротко и ясно про невостыни да мы говорили вот это вот расторможенность вот это вот переутомление расфокусировка зрения а ее часто путают диперсонализации что человек на самом деле приходит взрослый материал начинаешь спрашивать а как ты это видишь а как ты это видишь это вижу это тоже вижу это живое это натуральное это да но просто мне иногда такое состояние как будто я отрешенная как будто я вот в одну точку смотрю как будто я так и гопчусь диперсонализации вообще где она и начинаешь понимать что в большинстве случаев люди просто пошли в интернет что-то там у кого-то спросили что-то где-то похоже что-то где-то как-то ага ага все у меня дирял то есть сами себе пришли и поставили диагноз сами себя продиагностировали подифференцировали и вот они потом сидят и мучаются зрелом в большинстве случаев это не де реализация это астена невротический синдром переутомления психики а вот когда мы говорим о де реализации и диперсонализации там идут действительно искажение д реальность д персонус реальность не естественно тело персона не моё диперсонализация руки не мои тело не моё я вне этого это искажение де реализация трава всё как будто пластиковая как будто в кинотеатре как будто через какую-то сетку через какое-то искажение и как правило это достаточно длительное время то есть не бывает так что derealizации наступает заканчивается заступает заканчивается. Либо это она наступает, когда у человека возникает какой-то слишком сильный аффект, потом заканчивается. Но, как правило, истинная дереализация это ровное течение такого вот искажения. Что же стоит в основе истинной дереализации и истинной деперсонализации? Опять же, прежде всего надо понимать диагностику. В большинстве случаев люди в группах и на форумах не испытывают истинную дереализацию. Сейчас не хочу вас пугать, но если уж мы заговорили о дифференциальной диагностике, очень важно понимать, что есть галлюцинации. И тут тоже надо путать. Поэтому четко понять, что с человеком происходит. Либо у него невростыния и астыния просто-напросто. Либо у него невротическая дереализация и деперсонализация. Либо у него уже другая патология ближе к галлюцинозу. Вот все эти три момента должен квалифицированно оценить специалист, а не в интернете какая-то стая людей, которые непонятно, что там где прочитала и что там вам рекомендуют. Это понятно? Далее. Теперь. Что же стоит в основе деперсонализации, дереализации? Безусловно, в основе лежит очень сильная и, внимание, затяжная внутренняя тревога. Но не тревога по поводу панической атаки, не тревога по поводу ВСД. В истинной основе дереализации и деперсонализации давайте возьмем дереализацию сначала, лежит многофакторная, длительная неспособность личности интегрироваться в реальную жизнь. Как правило, у моих клиентов, которые действительно испытывают дереализацию, не идет состыковка во всех сферах жизни. То есть, куда ни ткни, везде будет геморрой. Как правило, это нереализованные художники, нереализованные гении, нереализованные таланты, какие-то асоциальные ребята, которые выбирают какие-то контркультуры, выждав в общество. То есть, они никак не могут вписаться в некую систему координат в реальности. Они с этой реальностью не дружат, не из-за симптомов, они изначально с ними дружат. То есть, это люди, которые находятся в глубокой внутренней изоляции. Что дереализация, что деперсонализация. Это глубокая внутренняя изоляция от мира, прежде всего. Где человек не может найти работу, не может понять, что он хочет, где человек не ладит отношения с близкими, где человек не ладится с самим собой. Он в принципе раз асоциален. Он, как правило, в своем каком-то мире находится. Поэтому здесь надо четко понимать, что терапия истинной дереализации, деперсонализации, как правило, одна из самых непростых в психотерапии, потому что приходится менять огромное количество пластов, как правило, во всех сферах жизни. Это непросто. Это сложно. Это сложные ребята. Если вы зайдете в группу по дереализации, вы увидите, что люди все такие талантливые, скажем так. Они такие все, с припязью чуть-чуть в голове. Поэтому вот это расстройство, которое... Вот бабочка прилетела, наверное, что-то хотел мне сказать, или знак какой-нибудь. Или... Это люди очень творческие. Это люди замкнутые. На грани творчества и дереализации, деперсонализации как раз проходят некоторые такие дифференциальные, диагностические психопатии, такие моменты. Поэтому надо быть очень внимательным при диагнозе, да, а не галлюцинации ли это. И так далее. Но не хочу вас пугать. На самом деле, очень часто дереализация встречается в социальных фобиях. Например, когда человек дезадаптирован. Он не может жить без мамы. Ему 28 лет, а он не может без мамы существовать. Или он не умеет жить самостоятельно, без мужа, без жены, еще без кого-то. Но не умеет. И это симбиотическая связь, которая вызывает сильнейшую тревогу. Вот сильнейшая тревога и невозможность самостоятельно жить вызывает тоже огромное напряжение. Если оно длительное, то это приводит к дереализации. Еще такой момент, если я коротко и ясно хочу вам сказать, что, как правило, дереализация не наступает сразу. Как правило, это хроническое развитие проблемы, как и любой невроз. Просто дереализация – это такой уже, как вам сказать, защитный механизм психики, который уже из последних сил показывает индивиду, что, зайка, ты перебарщиваешь во всех сферах жизни. Что делать? Вот для тех, кто все время в интернете пишет, что делать и как быть, отвечаю еще раз. Вы не справитесь с таким сложным расстройством, как истинная дереализация, деперсонализация самостоятельно. Это просто... Чему я, зяка? Пусть сидит, да? Это просто невозможно. Потому что во всех сферах жизни вы не сможете найти те решения без компетентного консультанта. Либо вам придется, ну, достаточно длительное время путь проб и ошибок. Поэтому дорога вам в психотерапию, грамотным специалистам. Только они смогут увидеть ваше отношение, ваше самопоражающее мышление, почему у вас не клеится с людьми, почему вы такой асоциальный, что вызывает тревогу, и как вы так себя довели до такого психоэмоционального истощения, что у вас уже руки-ноги не ваши, мир уже не ваш, и вы вообще не в этом мире. Потому что это сильнейшее проявление внутреннего напряжения. Пластов для работы там будет много. Поэтому я всегда честный с своими клиентами. Если мы говорим об истинной деперсонализации, дереализации, настраивайтесь на то, что это займет определенное время. Это не быстро. И если кто-то вам скажет, что деперсонализацию, дереализацию можно лечить месяц-два, это неправда. По поводу фармакологии, деперсонализации. Действительно, во многих случаях сложной дереализации, деперсонализации показана психофармакотерапия. Но она необходима для того, чтобы снять, во-первых, острую симптоматику, во-вторых, немножечко организму дать отдохнуть. Выспаться, покушать, восстановить силы. Но если вы потом не начнете заниматься с вашим консультантом, меняя внутренние отношения к обстоятельствам, принимая определенные решения в жизни, работая над симпатической связью, либо работая над социальными страхами, либо интеграцией вас в общество и так далее и тому подобное, вы, скорее всего, опять вернетесь в это состояние. Я надеюсь, я коротко и ясно ответил о том, что такое деперсонализация, дереализация и что нужно делать. Перестаньте мусорить интернет в поисках решений. Вот все, что вам нужно. Топаем ручками и ножками психотерапевту. Исходя из дифференциального диагноза, нужно будет принимать решение. Либо нужны изначально фармакологические средства, либо можно будет таким, без фармакологических средств, это решать. Если вам интересно мой опыт, примерно 50 на 50. Но если честно, с истинной дереализации, как правило, бывает очень мало людей. Ну, наверное, один из десяти с истинной дереализацией. В основном, дереал у многих пациентов, ну, у девяти из одного, у одного из девяти истинная дереализация, действительно такая вот сложная ситуация. У девяти человек в основном это проявление сильной тревоги и проявление переутомления на невротической почве. Но не искажение видения мира. Вот это надо понимать. Поэтому, опять же, четкое понимание, что с вами сначала должно решать. все, а потом уже, сначала вы должны четко для себя понять, что происходит, четко понять, что это, потом четко понять пласты жизни, в которых возникают определенные сложности и несостыковки, и асоциальность, и уже работать над отношениями с каждым пластом. В моей практике дереализация заканчивается у ребят тогда, когда они реально меняют многие сферы жизни. Многие отношения, многие сферы жизни, порой, отчасти, даже совсем радикально. Не буду сейчас говорить, не буду сейчас говорить конкретные примеры, но это важно. Если скептики скажут, я менял все радикально, но у меня ничего не прошло, я отвечу примерно так. Скорее всего, тогда ты сам не видишь, какими глазами ты смотришь на то, что ты меняешь. И скорее всего, ты просто меняешь шило на мыло. Ты не поменял свое отношение к обстоятельствам, к людям, к самому себе, и куда тебя не посади, ты все равно продолжишь третировать внутренне себя и создавать свою тревогу, которая приведет тебя к сильнейшим защитным механизмам. Поэтому, ребята, если вы действительно ищете ответ по вопросу дереализации, деперсонализации, заканчивайте, мусолите, интернет, вам необходимо заниматься с консультантом. Желаю вам успехов. Канал Невроза Мегаполиса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok